Саммит завершён на ОБСЕ остаётся без основного документа, то есть юридического гаранта европейской безопасности. Члены организации пока не пришли к единому мнению по тексту итоговой декларации. Многие члены ОБСЕ покинули Астану, так и не оставив под ним своих подписей. Достичь консенсуса помешали разногласия между отдельными членами организации. К примеру, Тпилиси требовал прописать в документе, что конфликт произошёл внутри Грузии, а не между Грузией, Абхазией и Цхинвальским регионом. Москва выступила против. Грузинская делегация не позволит принять такие документы, которые не отражают в полной мере национальные интересы, территориальную целостность и суверенитет Грузии. Но радует тот факт, что вопрос Грузии на прошедшем саммите был центральным. Нельзя не заметить, что добрая половина участников саммита с самого начала склонялась к позиции грузинской стороны. Об этом говорят многочисленные заявления членов ОБСЕ. Они поддерживают новый курс Тпилиси, основанный на принципе неприменения силы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быстро и окончательно решить конфликтные ситуации в своём географическом ареале. Она должна сосредоточить свои усилия на предотвращении конфликтов, на их решения и на развитие демократии в своём регионе. Дополнение ко всему было раскритиковано идеей Медведева о создании единого договора о европейской безопасности. Правда, сказать об этом лично российскому президенту участников саммита не удалось. Медведев ещё вчера покинул встречу. Его примеру сегодня последовал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. После столь бурных выступлений надежда на то, что 56 стран придут к единому мнению, призрачная. Для принятия декларации необходимо абсолютное большинство голосов. Аналитики говорят, если документ так и не будет принят, репутация ОБСЕ будет подорвана окончательно. Как бы то ни было, этот саммит войдёт в историю, хотя бы по той причине, что он впервые состоялся за пределами географической Европы.